Каждый год, 23 января, в мире отмечается день почерка или день ручного письма. Наряду с некоторыми другими отличительными чертами, почерк – индивидуальная особенность человека, его рукописная визитная карточка. Что еще узнала о почерке моя коллега Юлия Важенина? Смотрите прямо сейчас. Я вам пишу. Чего же боли? С появлением электронной почты мы все реже пишем друг другу бумажные письма и все чаще стучим по клавиатуре. А жаль, ведь глядя на исписанный лист бумаги, можно много интересного сказать о его авторе. Так ли это? Сегодня мы решили выяснить, сможет ли графолог по нескольким строкам определить характер, настроение и даже личные качества человека. Елена Михайловна, здравствуйте. Я написала текст. Сейчас будем мы с вами его оценивать. Почерк целеустремленной девушки, которая точно знает, чего она хочет. Почерк, устремленный вдаль. То есть есть цель и есть совершенно четкие ориентиры, как эту цель достичь. Это вообще здорово. Но это несколько не женская стратегия, это больше мужская. Голос, конституция, движение мимических мышц – индивидуальная особенность человека, ровно как и почерк. Например, мелкий бисерный почерк говорит о рационализме наблюдательности его обладателя. Крупный, похожий на детский, свидетельствует о доверчивости человека, его мягкости. Убористый и сжатый почерк человек чересчур расчетлив и консервативен. А вот размашистый принадлежит людям, наделенным способностью стратега, склонностью к глобальному системному мышлению и предприимчивости. Связка букв, расстояние между словами, расстояние между строчками, если мы не пишем полинованные бумаги, завитки, различные крючки, которые есть в нашем замечательном русском языке. И они все говорят о степени положительного или отрицательного настроя. Конечно, исключительно сиюминутно о настроении сказать трудно. Ну а тенденции настроения по почерку сказать обязательно можно. Запомните, почерк никогда вам не солжет. Наука о почерках многие годы помогала ученым раскрывать людские тайны, тщательно скрываемые от посторонних глаз. Импульсы мозга настолько тесно связаны с почерком, что он дает возможность судить о чувствах, личных пристрастиях, образе мыслей и даже навыках общения. Сделать это можно с помощью графического анализа. У каждого человека свой индивидуальный почерк. Со временем и под воздействием различных факторов он может измениться. Но есть люди, которые могут идентифицировать, кому принадлежит тот или иной текст или даже подпись. Это почерковед. Вот уже 19 лет Лилия Захарова расшифровывает почерки, сравнивает буквы и даже может определить, кто мужчина или женщина написали текст. Эксперт анализирует сначала общие признаки почерка, потом частные признаки. То есть, например, берет букву А, смотрит, как она пишется в спорной рукописной записи, составляет таблицу разработку почерка. То есть смотрит, как пишется первый элемент, как пишется второй элемент, сколько раз повторяется в таком варианте написание буквы А. Все это фиксируется в таблице разработки. И вот так вот работает с каждой буквой. Лупы, микроскоп, приборы с инфракрасным и ультрафиолетовым излучением – все это главные помощники почерковедов. С их помощью можно рассмотреть, как пишется каждый штрих, нет ли передавливания или травления в документе, определенные признаки подделок. А пока мы рассматривали эти документы, Лилия Захарова уже подвела первые итоги. Ну что, скажите, пожалуйста, к какому выводу вы пришли? На 60 процентов, я думаю, что в данном документе расписался проверяемый человек, но экспертиза пока не закончена, я еще буду работать дальше. 15 дней требуется почерковедам на экспертизу, чтобы сказать наверняка, один и тот же человек написал проверяемый текст или нет. Настоящий профессионал своего дела обязательно выявит подделку. Ведь как не существует двух одинаковых людей, так не может быть и двух абсолютно одинаковых почерков. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика. Юлия Важенина, Олег Якимов.